Комбайнов сейчас работают на полях республики. Главная задача убрать и сохранить урожай. На еженедельном совещании у главы Чувашии сегодня обсуждали, как в республике идут уборочные работы. Были и другие вопросы. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов рассказал, что в среднем в Чувашии убрано 26% уборочных площадей. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе, но ниже, чем в целом по России. Во многих регионах отмечено снижение урожайности, кроме Башкирии, Морел и Чувашии. В нашей республике данные сравнивают по районам. Наибольшее урожай зерновых и зернобобовых культур составляет Маргаушский 25 центнеров, Урнарский 23,7 центнеров с гектара. Наименьшее это 16 центнеров, это Шамашинский и Урмарский районы. По Шамашинскому, конечно, здесь объективная ситуация, то, что все-таки засуха повлела. Завершили уборку зимых культур в Бадреске, Бресенске, Комсомольске, Шамашинских районах. Продолжается уборка зимых зерновых культур где-то в 60 предприятиях республики. К уборке яровых зерновых приступили уже практически 150 сельхозорганизаций. Среднесуточный обмолот по республике из-за прошедших дождей прошлую неделю значительно снизился. Полный световой день и ночное время надо организовать работу. Все поля надо убрать. Не дай бог сорня к тому же за расчет и покроет зерновые. Картофель, по крайней мере, тот, который на полях, хозяйцы должны потихонечку начинать убирать. В этом году урожайность картофеля выше так же, как и овощей. Но второй хлеб важно не только убрать, но и реализовать. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии отметил, что необходимо организовать сельхозярмарки, чтобы у жителей городов была возможность запастись необходимым. Не менее важно, чтобы запасы сделали все учреждения социального профиля. И, конечно же, продовольственный фонд Чувашии. Заготовлено зерна. В общей сложности поступило у нас 23 800 тонн. Из них продовольственный фонд Чувашии – 1244 тонн. Зерно вперед было сырое и необходимо было сушить. Расчеты как между хозяйствами и субъектами проводятся на сегодняшний день? На сегодняшний день задолженность сократилась у нас до 75 миллионов рублей. Оборотки есть, да? Оборотки есть. Потому что хозяйцам уже надо деньги получать еще, чтобы за кредитами не обращаться. Соответствующие коммерческие банки. За проданную продукцию они своевременно должны получить финансовые средства. Еще один вопрос, который обсуждали на совещании – обеспечение жильем социально незащищенных групп. С 2010 по 2014 годы 24 тысячи человек улучшили жилищные условия. Из бюджетов различных уровней на эти цели выделено более 3 миллиардов рублей. На обеспечение жильем молодых семей, а также молодых специалистов на селе предусмотрены средства в объеме более 449 миллионов рублей, за счет которых планируется оказать государственную поддержку 671 молодой семье. Необходимо отметить, что с 2011 года улучшили жилищные условия в целом 3249 молодых семей на сумму 1 миллиард 812 миллионов рублей. Продолжается работа по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. За 5 лет улучшили свои жилищные условия 5700 пожилых людей. Выделяются средства и на обеспечение жильем детей-сирот и многодетных семей. В 2015 году 115 миллионов. Планируется, что новоселье сыграют 117 детей-сирот. По вашей оценке, какие муниципалитеты могут там провалить? У нас, в принципе, Николай Васильевич, как я уже доложил, реестр полностью составлен. Контракты мы отслеживаем. Уже определены все многоквартирные дома, где будет приобретаться жилье. И в основном это жилье приобретается параллельно в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. То есть и молодые семьи, и многодетные, и дети-сироты, и переселение граждан. В тех муниципальных образованиях, где данная программа не работает, там, конечно же, или приобретается, или строится готовое жилье. В столице республики готовится к своему дню рождения. Запланирована большая праздничная программа. По традиции, главные события пройдут на Красной площади. Ко дню города будут сданы несколько социальных объектов. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.